Приветствую, друзья! Вы на канале Жук-паук. И в этом видео я расскажу, да и покажу вам 5 необычных и странно выглядящих акул. Плащеносная акула. Плащеносная акула с внешностью, будто взятой прямо из фильма ужасов, гораздо больше напоминает угря или змею, благодаря своему длинному тонкому телу. У неё очень примитивный вид, именно поэтому она уже давно считается живым ископаемым, ныне живущим видом, который напоминает вымерший вид, известный только по окаменелостям. Тем не менее, сама плащеносная акула является относительно новым видом. Самый старый ископаемый зуб, который нашли, датирован началом эпохи плейстоцена, которая была 2,5 миллиона лет назад. Очень маловероятно, что вы встретитесь с одной из них, так как они встречаются крайне редко и предпочитают обитать в глубинах океана. Длина тела тех особей, которые были найдены, составляла максимум 2 метра. Акула домовой Акула домовой определённо не является красавицей. К счастью для неё, акуле домовому не нужно выглядеть красиво, так как она обитает почти у самого дна на больших глубинах океана. На первый взгляд, самой выделяющейся отличительной чертой этой акулы является длинный, выпирающий, похожий на меч нос. На самом деле, размер носа постепенно уменьшается, по мере того, как акула взрослеет. Эта акула также обладает розовым окрасом тела, что довольно необычно. Тем не менее, самой поразительной частью её тела являются челюсти. У этой акулы выдвижны челюсти с острыми зубами, которые она резко выдвигает вперёд, чтобы схватить добычу. Если вы подумали о ксеноморфе из фильма «Чужой», то вы правильно думаете, её челюсти работают приблизительно так же. Средняя длина тела акулы домового варьируется от 3 до 4 метров, и больше мы ничего о ней не знаем. Как и многие другие виды акул в этом списке, акула домовой остаётся загадкой, в основном потому, что её очень трудно изучать. Несмотря на то, что, согласно исследованиям, она не является редко встречающимся существом. Акула домовой обитает в областях, которые по большей части не были затронуты рукой человека, поэтому за ней сложно наблюдать в течение длительных периодов времени. Ковровая акула Ковровая акул – это на самом деле группа ковровых акул, состоящая из 12 отдельных видов. Название ковровой акулы относится к отряду акул с красочными декоративными узорами на спине, которые могут напоминать ковёр. В случае ковровой акулы узоры не предназначены для того, чтобы помочь им выделиться или привлечь добычу, а скорее используются в качестве камуфляжа. Ковровые акулы обладают тактикой кормления, которая на самом деле довольно необычна для акул. Они лежат в засаде на дне океана и хватают любую добычу, которая приближается слишком близко. Множественные отростки, растущие вокруг рта акулы и напоминающие водоросли, дополняют её маскировку и помогают привлечь рыбку. Их длина составляет до 3 см, в то время как у большинства других видов длина отростков не достигает даже 1,5 см. Зебровая акула Зебровая акул является ещё одним видом ковровых акул, которые обладают уникальными узорами на верхней части своего тела. И с таким названием вы могли бы подумать, что эти узоры должны быть довольно очевидными. Тем не менее, вы были не правы, так как зебровая акула на самом деле обладает маленькими тёмными пятнами на бледном фоне. Вдоль её тела также расположены 5 довольно заметных гребней. Конечно, учитывая такой узор, более подходящим названием для неё было бы леопардовая акула. И она на самом деле так называется в некоторых уголках мира. Всё осложняет ещё и тот факт, что существует совершенно другой вид акул, который известен как леопардовая акула и который не имеет никакого отношения к зебровой акуле. Так почему же зебровая акула? На самом деле это название больше подходит для совсем молодых особей, которые совсем не похожи на взрослых особей. Они обладают белыми вертикальными полосами на тёмно-коричневом фоне, и у них отсутствуют гребни. Длина тела взрослых особей может достигать 2,5 метра, и они очень популярны среди любителей погружения с аквалангом, потому что они очень спокойны и позволяют людям подплывать очень близко, не пытаясь напасть или уплыть. Молотоголовая акула Молотоголовая акула довольно хорошо известна, однако это не меняет того факта, что это поистине одна из самых странных групп акул. На самом деле существует 11 видов молотоголовых акул. И опять же её названия вполне иллюстрационны, и относятся к невероятно странной форме головы этой акулы. Долгое время учёные спорили над тем, почему в результате эволюции у этих акул образовалась такая форма головы. В конечном итоге все сошлись во мнении, что такая форма головы значительно улучшает зрение акулы. Молотоголовые акулы способны одновременно видеть то, что происходит над ними и под ними, поэтому странная форма головы даёт им полную панораму в 360 градусов. Гигантская акула-молот, самый крупный вид в этой группе, дорастает до 4,5 метров, при весе до 600 килограмм. Вот и подошёл наш интересный, необычный акулий выпуск. Понравилось? Ставьте лайки. А если хотите увидеть вторую часть о других 5 необычных акулах, пишите в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Жук-паук. Мы с вами не прощаемся. До встречи.